Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион» и я, Кристина Рабина. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня выпуски. Высокая оценка почетного труда. В День учителя анапские педагоги получили награды городского, краевого и федерального уровня. Наследие большого футбола. Какие перспективы для «Анапы» откроет чемпионат мира FIFA 2018? Не так страшен грипп, как его осложнение. В «Анапе» продолжается вакцинация против сезонного заболевания. Какая опасность может подстерегать непривитых? Продавцы нелегального алкоголя рискуют получить миллионные штрафы. Ужесточено законодательство о сфере оборота спиртосодержащей продукции. Предприниматели «Анапы» получили исчерпывающие разъяснения на совещании под председательством исполняющего обязанности главы курорта Юрия Полякова. Легализация рынка алкогольной продукции – задача государственная. Лицензия, выданная краевым профильным департаментом – главный документ для тех, кто реализует спиртное. На сегодняшний день на территории муниципального образования города Куротанапа реализацию алкогольной продукции на основании лицензии осуществляют 671 объект в потребительской сфере, включая розничную торговлю и объекты, оказывающие услуги общественного питания. По сравнению с 2016 годом количество объектов, имеющих лицензию на реализацию алкоголя, увеличилось на 9%. В то же время за последние пять лет в стране отмечен рост продаж нелегального алкоголя и, как следствие, рост смертности от суррогата. Это стало причиной для ужесточения законодательства. За продажа алкогольной продукции без лицензии для ООО штрафы предусмотрены от 3 миллионов рублей. И вот департаментом за две недели уже три протокола составлено, когда ООО торговали без лицензии. Для ИПШ-нипов или сельхозтоваропроизводителей, которые оформлены без соответствующей лицензии, штраф, еще раз повторю, от 100 до 200 тысяч рублей. Исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков призвал зал активно включиться в обсуждение темы. И вопросов было немало. Например, кто несет ответственность за нарушения, которые допускают продавцы. У нас есть статья, как о недолжный контроль за деятельностью подчиненных сотрудников. Что такое должный контроль? Это такой контроль, при котором продавец делает так, как от него требует контролер. Если продавец так не делает, значит это недолжный контроль. Совещание, по сути, стало практическим семинаром. Участники обсудили подводные камни в работе с алкогольной продукцией и получили исчерпывающие разъяснения по действующим законодательным регламентам. В городском театре честовали работников сферы образования в честь Дня Учителя. Грамотами и благодарностями отметили больше сотни анапских педагогов. Весь вечер для них выступали творческие коллективы, звучали поздравления, слова благодарности и добрые пожелания. Педагогическую общественность курорта поздравил исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков. Наталья Валерьевна преподает математику в школе номер 15 уже 26 лет. За это время научилась понимать учеников с полуслова. И они отвечают ей благодарностью. Сдают экзамены на хорошо и отлично. Всегда поддержат и помогут в организации занятий. Высокие заслуги были отмечены Министерством образования Российской Федерации. На сцене Наталье Валерьевне вручили почетную грамоту. Для педагога ее работа не просто профессия, а образ жизни. Мне очень нравится моя профессия, это моя жизнь. Без этого я не просто-напросто не могу. У меня очень замечательные ученики. На протяжении многих лет мне достались замечательные дети. В том числе сегодняшний выпуск 11 класс. Я им передаю большой привет, который меня сегодня порадовал, вдохновил на новые, наверное, достижения. Всего номинировали 126 педагогов из общеобразовательных спортивных школ и школ искусств, а также детских садов. Награды федерального и краевого уровня получили 27 человек. Поздравления и слова благодарности учителям выразил исполняющий обязанности главы города-курорта Юрий Поляков. Хочу еще раз поздравить вас с праздником, пожелать вам здоровья, терпения, успехов. Вы учите наших детей, учите наших внуков. Спасибо вам большое и удачи вам и наилучших пожеланий. В этот день все внимание главным героям торжества. Для них выступали творческие коллективы и солисты. Ученики поздравили по-своему, продемонстрировав мини-фильм с обращением к учителям от старшеклассников. Но и сами педагоги в долгу не остались. Свои разносторонние таланты они показали на сцене. Молодой учитель из 21-й школы вместе со своими учениками исполнила песню. В этот день без теплых поздравлений и цветов не остался ни один учитель. Благодарные ученики несли букеты и в школы, и на вечерние концерты. Алина пришла сегодня поздравить своих учительниц по танцам. Я их люблю и они мне очень нравятся. Они очень талантливые, они нас учат уже 5 лет. В Анапе трудится 1810 педагогов. Часть из них в спортивных школах и школах искусств, высших образовательных учреждениях, детских садах. Их годовая работа отражена в специальной выставке. Здесь фотографии, достижения и все, чем может гордиться школа. Ведь за каждой победой любого учебного заведения или отдельного ученика всегда стоит учитель. Самое главное желаю здоровья, радости, удачи. И чтобы мы были настоящими учителями, такими, какими мы есть. Желаю это вашим молодым педагогам. Прививки от гриппа сделали почти половина населения Анапы. По данным управления здравоохранения у города-курорта, более 14 тысяч детей и около 30 тысяч взрослых уже защищены от опасного вируса. Вакцинацию можно пройти в городскую поликлинику абсолютно бесплатно. Чтобы сотрудники организации не отвлекались от работы в будние дни, участковые и медсестры совершают выезды на предприятие. Сегодня прививки от гриппа сделали работникам культуры. Держи. Сутки не мочи, тише. Для вакцинации выделен отдельный кабинет. Всем руководителям и сотрудникам городского театра прививки ставят обязательно. В списках числится 44 человека. Наша коллектив традиционно, каждый год уже несколько лет подряд, мы проходим эту вакцинацию против гриппа. Ну, чтобы не болеть, чтобы работать, потому что очень активная осень, очень активная зима, мы работаем с детками, мы готовимся к многим мероприятиям, которые проходят на стенах городского театра, ну и, конечно, новогодние праздники. Рост заболеваемости ожидается со второй декады декабря и до середины марта. Для того, чтобы организм был готов отразить вирус, нужно сделать прививку уже сейчас. Для выработки иммунитета необходимо как минимум два месяца. В одной вакцине содержатся три основных штамма гриппа – H1N1, H3N2 и группы B. Это наиболее эффективный метод профилактики такого осложнения, как вирусная пневмония. Страшен не столько сам вирус гриппа, сколько его осложнение. На фоне его происходит обострение хронических заболеваний, могут возникнуть какие-то достаточно серьезные осложнения, вплоть до летальных исходов. Переносимость этой вакцины очень хорошая. Человек болеет в легкой форме, если он привит. И практически в течение года он может переболеть один-два раза УРЗ, но гриппом он не заболеет. После вакцинации человек может заболеть разве что легкой простудой или ОРВИ. В этом году вспышек эпидемии гриппа в городе-курорте еще не было. Врачи активно готовятся к зиме. Период вакцинации продлится до середины ноября. Нужно ли ждать эпидемию гриппа в Анапе? Какие штаммы наиболее опасны? За разъяснениями мы обратились к главному санитарному врачу курорта Ларисе Медведевой. По прогнозам подъем заболеваемости гриппом в этом году прогнозирует Федеральная служба Роспотребнадзор с середины декабря 2017 года. И прогнозируется, что будет сразу три разновидности гриппа мы ожидаем. Какие это разновидности гриппа? Это грипп Б. Бристон. Данный грипп вызывает достаточно легкое заболевание, протекает в легкой форме. И наименьшая форма осложнений – это один вид. А вот два других – это грипп тип А. Это H3N2, гонконгский так называемый грипп. И грипп H1N1 Мичиган – это серьезнейшие вирусы, которые являются под видами известных нам птичьего гриппа и свиного гриппа, и которые вызывают наиболее серьезные осложнения при заболевании. Поэтому вакцины на сегодняшний день, которые выделены государством и уже получены в городе Куро-Цианапе и организована ими прививочная кампания, достаточно серьезные, современные, в том числе отечественные вакцины. И они содержат компоненты против всех трех этих видов вируса. И плюс еще дополнительные вирусы. Врачи говорят, вакцинация не спасет от заражения гриппа, но она спасет от тяжелой формы гриппа. И она спасет вашу жизнь. Летального исхода однозначно не будет. Летальные исходы, благодаря высокой иммунизации курорта Анапа, когда мы с вами вырабатываем коллективный иммунитет, все население, а мы прививаем уже несколько лет более 40% населения в октябре, в ноябре, значит, дает то, что практически последние годы мы не имели летальных исходов. А 9, 10, 11, 12 год у нас были летальные исходы, в том числе и детей. И они лабораторно подтвержденные. Поэтому, повторяю, привейте себя, своих близких, своих коллег, до 15 ноября проведите иммунизацию от гриппа. Здоровья вам и вашим близким. Сегодня, 6 октября, во всем мире отмечается День охраны мест обитания. Вопрос сохранения природы в ее первозданном виде стоит остро. Своей деятельностью человек неизбежно влияет на окружающую среду. Активная застройка земли, расширение технического производства, добыча полезных ископаемых – все это может негативно сказаться на планете. Однако и без технологического развития представить современную жизнь уже невозможно. Во Всемирный день охраны мест обитания сотрудники заповедных зон напоминают, что все мы являемся частью природы. В заповеднике Утриш к сохранению популяции исчезающих видов относятся очень щепетильно. Одних только растений, занесенных в Красную книгу, насчитывают около ста. Уникальные и присмыкающиеся с рептилиями. Более 50% из них находятся в международном списке по охране живой природы. Утриш – это своеобразное убежище для исчезающих видов. В 2013 году сотрудники заповедника проводили исследования, наблюдая за популяцией одного из видов сов. Во время активной застройки птицы перебирались в охраняемую зону. После возвращались обратно, приспосабливаясь к новым условиям. Это получилось далеко не у всех. Серьезную проблему для животных представляют и так называемые изоляты. То есть человек, обозначая свое убежище, обозначая свою территорию. Это приводит к тому, что места обитания, миграции животных нарушаются. И, естественно, это сказывается и на численности видов. Чтобы лишний раз не создавать животным преград, лучше отказаться от массивных ограждений вокруг загородных участков. Внимательной относиться и к растениям. Каждое насаждение является частью единой экосистемы. Восстановить окружающую среду можно лишь общими усилениями. Анапа продолжает готовиться к чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Уже 1 декабря этого года состоится жеребьевка. И станет официально известно, команды каких стран будут тренироваться в нашем городе. Сейчас полным ходом идет строительство двух спортивных объектов. Это стадионы в станице Анапское и селе Витязева. После проведения мировых соревнований они обретут новую жизнь. Сегодня в селе Витязева открылось первенство края по футболу среди юношей 2002-2003 годов рождения. На соревнования приехали более 100 человек из 9 муниципальных образований. В числе участников – молодежная анапская команда футболистов Школы Олимпийского резерва номер один. Ребята тщательно готовились и настроены на победу. Они нередко занимают первые места. И это несмотря на то, что условия тренировок далеки от идеальных. По мнению тренера, когда Анапа получит профессиональные поля, то наш футбол выйдет на качественно новый уровень. Сегодня у нас не самые хорошие условия, можно сказать, плохие условия для тренировок. Не хватает полей, не хватает спортзалов. Если нам дадут эти два поля в наши школы спортивные, это будет большой задел, больше детей сможем привлекать. Лучше проходить будет тренировочный процесс. Мы часто ищем даже площадки, где-то потренироваться. А это будет, я думаю, задействовано на 100%. Анапские футболисты в числе сильнейших на Кубани. Футбольный клуб Анапа на данный момент занимает второе место среди всех соперников Краснодарского края. Не отстают и молодые футболисты. Вот и в сегодняшней игре юные анапчане держали преимущество по технической подготовке. Но не хватает именно той выносливости, которую можно приобрести, тренируясь только на большом стадионе. Я занимаюсь футболом 8 лет и тренироваться сложно нам, потому что нет полей. Потому что мы тренируемся, получается, в зале, а занимаемся большим футболом. Нам потом сложно играть игры с командами, потому что у всех есть поля, а у нас нет. Ветераны анапского футбола не пропускают ни одной игры подрастающего поколения. Прямо на поле дают подсказки молодым спортсменам. Село Витязево уже много лет славится своими футболистами. И то, что именно здесь будет построен стадион мирового уровня, вселяет в сердца футболистов большие надежды. Очень приятно, что Витязева попала под эту программу. Так как у нас очень много детей занимается футболом. Есть футбольный клуб «Алекс», Дима Александров тренирует детей. Ну, как бы для них это тоже, будем говорить, почетно. Видеть то, что происходит в поселке, то, что готовится, будем говорить, перед чемпионатом мира. Так поселок будет благоустраиваться. Ну и, конечно, надежды на то, что стадион такой будет красивый. Этот стадион будет, я думаю, шедевром для Витязевского футбола и также для детей всего района города Анапы. Чемпионат мира по футболу должен стать для Анапы своеобразной точкой старта. Старта для новых побед. Ведь не каждый город имеет в своем распоряжении стадионы, соответствующие мировым стандартам FIFA. И, возможно, в будущем на них вырастут футболисты и для сборной России. Далее информация о погоде. На завтрашний день партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» молочная «Тавр» вареная – 218 рублей. Салями «Финская» с можжевельником – 299 рублей. Сосиски «Тавровские» – 188 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая – 93А. Крымская – 98. Амелькова – 28. И Астраханская – 75А. По прогнозам синоптиков, 7 и 8 октября в Анапе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем до плюс 23 градусов. Ночью прохладнее – 13 выше нуля. Ветер юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды – плюс 15 градусов. И в завершение выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Экеан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Продолжение следует.